Спайсы и сохрани Петербурга И дорога предстоит длинная Дорога Как много в этом слове Это то, что может объединить А может Разразнить людей Это путь куда-то Или просто путь Без начала и конца Дорога Сколько раз она находила отражение В различных литературных Произведениях В различных картинах Кинематографических произведениях Искусства Везде была дорога И в этих Спайсах на дороге Второй выпуск Спайсов Родшоу Я бы хотел просто поделиться Субъективными соображениями Какие произведения В которых затрагивается тема дороги Я хотел бы отметить И посоветовать вам Не обязательно именно дороги Вот что-то где есть путешествие Что-то вот такое вот Где человек не стоит на месте Причем в физическом смысле А человек который не стоит на месте В физическом смысле Он конечно не может стоять на месте Духовно Потому что ни один человек Который преодолевает Сотни километров в погоне За каким-то своим желанием Не может ни о чем не думать И ничего не достигать В чертогах своего сознания Так вот Произведение Ну начнем с книг Пожалуй один из моих Любимых приключенческих авторов Джек Лондон Неоднократно Не раз Не два Не десять Обращался к теме дороги К теме путешествий У него половина рассказов Примерно посвящена этой тематике И любимый мой цикл Это сказки южных морей Или как-то так Может быть В каких-то переводах Это рассказы южного моря Или что-то в этом роде Но вы поняли Это истории Происходящие в Полинезии В южных морях В то время Когда это было еще Настолько не исследованное Настолько Малопокоренное место Что Дикий Запад По сравнению с этим Кажется Бродвеем Дальше Тема дороги Знаете Невероятно Емкий учебник Русской жизни Энциклопедия Русского менталитета Это Произведение Салтыкова Щедрина Современная идиллия В которой На протяжении Всего произведения Герои путешествуют По России Также можно отметить Радищев Путешествие с Петербурга В Москву Это однозначно Однозначно Просто Маст-рит Потому что Это Сборник Всего Что можно было увидеть В то время У нас В России Дальше Топ субъективный Поэтому я не расставляю По принципу Что важнее Я расставляю По принципу Вспомнил Сказал То есть Я просто Вспоминаю стоящие Произведения И советую их вам Так что Если кто-то ждет В этом выпуске Именно Размышлений И глубокомысленных Заключений То их Наверное Не будет Потому что Это вот такой Вот выпуск Топ Они иногда Будут Что уж поделать Фильм вспоминается Ну Пожалуй Очевидно Что мне вспоминается Фильм Дорога Но не Феллини Потому что Дорога Феллини Ну я не могу Это всем Посоветовать Потому что Несмотря на то Что я считаю Это гениальным Фильмом Я далеко не уверен Что каждый из вас Его сможет Оценить по достоинству Не потому что Вы чего-то не понимаете А просто потому что Ну Феллини Это не для каждого Зрителя А уж сейчас Тем более Не каждый зритель Его правильно Воспримет И я не уверен Что стоит навязывать Вам настолько Уж субъективное мнение Хотя Так как Передача моя Могу сказать Что фильм Дорога Феллини Как и его фильмы Но Чикобири Восемь с половиной Много его фильмов Практически все Я могу От души Посоветовать Дорогу Я назвал Я имел ввиду Фильм Конца двухтысячных С Вигом Мортенсеном Это фильм Который стоит Посмотреть Вообще всем Потому что Любители Постапокалиптики Найдут там Свою фишечку Любители Просто Приключенческого Фильма Уж точно Найдут в нем Изюминку И Особенную Какую-то прелесть Любители Зунывного Мрачного В каком бы жанре Это не было Однозначно Полюбит это кино Любители Просто Всепроникающей Всеобъемлющей Любви Преданности Честности Отношения Вот эти вот Между отцом и сыном Спойлерить не буду В общем В этом фильме Есть все Советую смотреть всем Исключительно Мне немножко мешала Там тема любви Но Вы можете Посмотреть и Отписаться в комментариях Что вы об этом скажете Дальше На самом деле Очень много есть фильмов Посвященных дороге Куда-то Путешествия Куда-то Но Учитывая то Как я сейчас В зеркальных очках Выгляжу И Как я примерно Провел Последние парочку дней Я могу вам посоветовать Страх и ненависть В Лас-Вегасе Книжка Называется Страх и отвращение В Лас-Вегасе Фильм Почему-то страх И ненависть Ну Да неважно Главное Что и фильм И книга Хороши Но По-своему Потому что Вот мне книга Нравится больше Но есть люди Которые считают Что фильм удался Даже больше Чем Собственно Изначальное Нетленное Произведение Хантера Томпсона Дальше Возьмем Сервантеса Дон Кихот Дон Кихот Дон Кихот путешествует Дон Кихот Не стагнирует Где-нибудь у себя В Ла-Манче То есть Сначала-то он там Конечно сидел Учитывался книжками И упарывался Как последняя скотинюга Но Потом Он отправился В путешествие И именно этим Своим путешествием И деяниями Которые он в нем Совершил Он и заслужил Себе место На полке Каждого уважающего себя Любителя Литературы Даже в Библии Даже Иисус путешествовал Иисус путешествовал По Палестине А если бы Иисус И апостолы Не путешествовали По Палестине То сейчас Скорее всего Остался бы У нас Римский пантеон Или что-нибудь В этом роде И не было бы у нас Никакого христианства У нас Я имею ввиду У жителей Планеты Земля В большинстве своем Потому что Ну Мы договаривались Что о моих Субъективных пристрастиях В аспектах религии Мы не будем говорить Такой вот топ Если я что-нибудь еще Вспомню Я дозапишу А пока что Я стою в пробке Жду ваших вопросов Потому что Хрен знает Сколько я еще Тут простою На все вопросы Будут даны ответы Пожалуйста Порекомендуйте это Своим друзьям Давайте привлекать людей В наши дискуссии В наши полилоги И в наше С вами общение До следующего видео Спасибо за хром